Кемеровская область 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 Из стационара, перевод их домой, осуществляются бригады медицинных катастроф в сопровождении двух реаниматологов на аппарате ЭВЛ, переданном пациенту. Поликлиника. Первая проблема, которой сталкивается врач любой поликлиники, это понять, какой же ребенок нуждается в паллиативной помощи, определить показания. И здесь на помощь придет врач отделения выездной патронажной или врач отделения паллиативной медицинской помощи, как член врачебной комиссии, поможет разобраться в каждой конкретной ситуации. Тем более, что согласно приказу Минздрава и Труда России 345-372Н 31 мая 2019 года об утверждении положения в организации оказания паллиативной медицинской помощи, в состав врачебной комиссии рекомендуется включать врача по паллиативной помощи. Поликлиника направляет заключение ВК, выписку в медицинскую организацию, на базе которой функционирует отделение выездной службы. По каналу защищенной связи. В течение двух рабочих дней осуществляется выезд к ребенку. Важно донести информацию до поликлиник, что необходимо продолжать динамическое наблюдение педиатрами, узкими специалистами. Осуществляется совместная работа, консультация специалистов поликлиник врачами паллиативной медицинской помощи по возникающим опросам. Хоть бы за стомами, лечению пролежней, обезболиванию, применению современных форм бензодиазипина в присудорожном синдроме. Консультация узких специалистов, забор анализов. При невозможности это делать в поликлинике, необходимо выезд специалистов на дом. Поликлиник осуществляется выпиской рецептов на пиоидной анальгетике, психотропные препараты, лечебные смеси на основании рекомендаций врачей выездных служб. Регулярно проводятся телемедицинские консультации. В особенности отдаленных территорий, в случае возникновения вопросов по уходу, лечению, работе с медицинскими изделиями, коррекции питания. Телемедицина используется для преодоления географических барьеров и расширения доступа к медицинской помощи. Не всегда возможно в ближайшее время приехать за 250 километров. Осуществляется тесное взаимодействие поликлиник с отделением палеоактивной медицинской помощи при госпитализации детей в данное отделение. При выписке из отделения палеоактивной помощи заранее за 3-7 дней оповещается заведующей поликлинике. Педиатр передается информация о состоянии, медикаментозном лечении, передаваемых медицинских изделиях. Если пациенту выдаются биоидные анальгетики или психотропные вещества сроком на 5 дней, то передается информация о необходимости выписки рецепта в ближайшее время. В день выписки передается актив. Если ребенок в терминальной стадии неизлечимого заболевания при желании родителей быть до конца дома, то совместное ведение после выписки со специалистами выездных служб. Стационары, оказывающие специализированную помощь. Также в случае необходимости проводится выказ специалистами специализированных отделений с целью определения показаний палеоактивной медицинской помощи. В случае возникновения неотложных угрожающих жизни состояний осуществляется перевод специализированного отделения по договоренности с заместителями главного врача, заведующими отделением медицинских организаций, как из дома, так и из отделений палеотинно-медицинской помощи. При окончании этапа диагностики, лечения специализированного отделения с целью дальнейшего наблюдения, аспираторной нутативной поддержки, обезболиванию, обучению законных представителей уходу, работе с медизделиями, в том числе ИВЛ, ребенок может быть переведен в отделение палеотинно-медицинской помощи. С целью быстрого решения проблем также регулярно проводятся телемедицинские консультации. Разрешите и доложить о взаимодействии на клинических примерах. Первый ребенок – это мальчик 11 лет, весом 13,8 кг, ростом 116 см, индекс массы тела 10,25. Физическое развитие низкое, дисгармоничное за счет дефицита массы тела третьей степени. Ребенок живет в благоустроенной квартире, в полной семье, есть младший брат 6 лет, старшая сестра 22 лет, проживает отдельно. Ребенок проживает на расстоянии 154 км от отделения выездной палеотинно-медицинской помощи в пути 2 часа 20 минут. Диагноз – основное тяжелое органическое поражение головного мозга, заместительная гидроцефалия на фоне субтотальной лейкомаляции, вторичная микроцефалия. Детский серебральный паралич тяжелой степени, двойная гемиплегия по шкале спастичности Эшфорта четвертой степени, то есть невозможность полностью согнуть или разогнуть политическую часть конечности. По системе классификации больших моторных функций при ДЦП, GM-ФИСС – пятый уровень. Ребенок полностью зависит от родителей, самостоятельно не удерживает позу и туловище, не контролирует движения. Псевдобульбарный синдром. Сопутствующая структурная эпилепсия. Сочетание с дистоническими атаками в неприступный период. Хронический конюли-носитель. Состояние после нижней трахеотомии от 13 апреля 2020 и 21 февраля 2023 года. Осложнение множественной контрактуры верхних и нижних конечностей, сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника, деформации грудной клетки, зондовое кормление, глубокое умственно осталось, сенсомоторное аллолье. Белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени. Ребенок болен с рождения, состояние при рождении тяжелое за счет неврологических нарушений дыхательной недостаточности, выхаживался в отделениях реанимации патологий новорожденных. Регулярно наблюдалось у педиатра узких специалистов. Постоянно получают противосудорожную терапию, судороги не повторяются. Врачебная комиссия наличия показаний к паллиативной медицинской помощи проведена 31 октября 2019 года. И 1 же ноября первичный осмотр специалистов палиативной помощи. Ребенок не говорит, обращенную речь не понимает, просьбы не выполняет, не сидит, не стоит, не ходит. Себя не обслуживает, игровая деятельность не сформирована, функции тазовых органов не контролирует. Дома чисто, уход за ребенком адекватный, родители заботливые, ответственные. И схематично я вам хочу показать взаимодействие. При первичном осмотре специалистами отделения выездной патронажной помощи определены потребности ребенка. Необходимость в медицинских изделиях на загастральный зонт. В семье имеется вакуумный электроцос, пользуется им редко по мере необходимости, нуждается в интуитивной поддержке. Питание, со слов мамы, протертая пища 5 раз в день, длительно зонтовое кормление. Даны рекомендации по смене у нас загастрального зонда и его фиксации в сроках замены режиму кормления объемом. Рекомендации по уходу за кожей, слизистыми оболочками, профилактике гипостатических осложнений. Мама проинформирована о возможности и целесообразности установки гастростомической трубки. Произведен расчет питания, подбор примерного меню, назначены лечебные смеси. Рассказаны правила санации при помощи электроцоса. В течение всего периода времени наблюдение осуществлялось взаимодействие с заведующей детской поликлиникой, участковым педиатром по работе с медицинскими изделиями, которые предаются законным представителям факта приема-передачи, уходу за тяжелобольным ребенком, нутритивной поддержки. Было проведено ВК с целью назначения лечебной смеси по телефонной связи с заведующей поликлиникой, решение вопроса о выписке смеси по рецепту ежемесячно. Маме донесена информация, приглашена в детскую поликлинику. При каждом посещении, проведении бесед о необходимости установки гаостостомической трубки, консультации детского хирурга с подачей информации о достоинствах, преимуществах медицинских показаниях, эстетической составляющей осложнений при длительном зонтовом украблении. У семьи нет желания, мама обещает каждый раз подумать. Также были проведены телемедицинские консультации с целью определения показаний гаостостомии. В апреле 2020 года ухудшение в виде дыхательной недостаточности, госпитализация, лечение в стационаре по месту жительства по причине пневмонии. Внешняя трахеостомия, установка трахеостомической трубки. Ощущение взаимодействия на этой медицинской организации, стационар, поликлиника. Сивать флор врачом, замена трахеостомической трубки в стационаре по месту жительства. Предоставление трахеостомических трубок, повязок, фиксаторов, аспирационных катетеров, в отделении выездной патронажной помощи. В феврале 2021 года обращение матери в отделение выездной патронажной службы по причине воспалительных изменений, уплотнения в области трахеостомического отверстия. Организация совместно с педиатром детской поликлиники и консультацией лоро-врача, хирурга в стационаре. После вскрытия образования образовался свитч совместное ведение. В то же время коррекция противосудорожного лечения. В сентябре 2021 года при очередном осмотре обнаружен зубной камень. По договоренности заведующей детской поликлиникой, стоматологической службой при поднаркозе, санация ротовой полости, удаление зуба. В октябре 2022 года активные звонки мамы по поводу гипертермии, не отвечающей на жаропонижающие, одышки, мучительного кашля. Учитывая вечернее время, вызов скорой помощи, экспертализация по месту жительства, выписка домой после разрешения пневмонии, по согласованию с педиатром, совместный осмотр ребенка на дому. В феврале 2023 года бригадой санитарной авиации был переведен в отделение реанимации областной больницы и стационаром по месту жительства с диагнозом пневмония. Находился на ИВЛ. При фибробронхоскопии выявлены разрастания ткани. Была выполнена повторная трахеотомия. На фоне лечения достигнуто разрешение пневмонии. При проведении телемедицинской консультации были определены показания в период выделения палеотиномедицинской помощи. С момента поступления в отделение отмечалось повышение температуры, кровенистые, серьезно отделяемые страхеостомической трубки, лабораторно по анализам крови, признаки воспаления. По телефонной связи врачом палеотинной помощи консультации с заведующим лороделением областной детской клинической больницы. Было разъяснено, что в результате ранее проводимых мероприятий интубации трахеи, бронхоскопии могли перевести к воспалительным процессам гортани и трахеи. Имеющиеся входные инфекционные ворота привели к длительному протестирующему воспалительному процессу, который не санируется антибиотиками. Были даны рекомендации. На третий день с учетом длительной лихорадки была проведена рентгенография области грудной клетки, где нарушена правосторонняя многодалевая пневмония, был выявлен уровень жидкости, поэтому по связи был совместный осмотр с хирургами областной клинической больницы и ребенок переведен в хирургическое отделение. После санации пневмонии бригады санавиации он вернулся в отделение палеоактивной медицинской помощи. При стабилизации состояния перевод ребенка бригады скорой медицинской помощи в хирургическое отделение областной детской больницы с целью проведения плановой операции установления гаосстомической трубки. После операционного периода протекал без осложнений, выписка домой, актив передан участковому педиатру по месту жительства, врачу отделения выездно-патронажной палеоактивной медицинской помощи. В дальнейшем осуществлялось также взаимодействие с хирургом детской поликлиники. Второй ребенок, девочка 2,5 лет, весом 13 кг, ростом 93 см, живет в благоустроенной квартире, в неполной семье, есть старшие дети 9 и 12 лет. Проживает на расстоянии 79 км от отделения выездной палеоактивной медицинской помощи. Пути 1 час 20 минут. Основной диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа Вернига-Гофмана, генетически подтвержденная, метанический синдром, вялый тетропорез, тяжелой степени, бульбарный синдром. Сопутствующий хронический конюли носитель, состояние после нижней трахеотомии от 24 сентября 2021 года, гатостомия от 7 октября 2021 года. Осложнение, хроническая дыхательная недостаточность, аппаратное дыхание, контрактуры голеностопных, лучезапясных суставов, высокий риск развития гипостатических, микросперсионных и ВЛ-асцеленных осложнений, грубая задержка моторного развития. Ребенок от третьей беременности, третьих родов. На учете в женской консультации мама состояла с 32 недель, рода 38 недель, вес при рождении 330, длина 53 сантиметра. Оценка Папгар 7-9 баллов, выписана домой на шестые сутки. Находилась на грудном скануливании, осматривалась педиатром, фельдшером. При плановом осмотре в 6 месяцев отмечена задержка в развитии. Голову не держит, не переворачивается, мышечная гипотония, слабость в конечностях, активные движения отсутствуют. В сентябре 2021 года в возрасте 9 месяцев клиника дыхательной недостаточности, цианоз кожных покровов, доставлена по скорой медицинской помощи в стационар по месту жительства. Затем с диагнозом левосторонний напряженный пневмоторок с пневмонией тяжелой степени переведена в отделение реанимации областной детской больницы, генетически подтвержден диагноз спинальной мышечной атрофии. Находилась на аппаратном дыхании. Приглашение врача палеоативно-медицинской помощи, заключение врачебной комиссии о наличии показаний к палеоативно-медицинской помощи 25 октября 2021 года. 25 октября 2021 года в тот же день начало патогенетической терапии препаратом спинраза. Перевод в отделение палеоативной помощи 1 ноября. Целью спиратурной поддержки, подбора медицинских изделий и с целью использования на дому обучения мамопонимания механизмов прогрессирования заболевания, уходу, работе с медицинскими изделиями ИВЛ. На протяжении лечения палеоативном отделении осуществлялось взаимодействие с специалистами областной детской больницы, в частности невролога, неврологического отделения, продолжение патогенетической терапии спинраза. Были введены 3 дозы в условиях отделения палеоативной медицинской помощи детям, врачом-неврологом областной детской клинической больницы. Мама была адаптирована к ИВЛ, обучена уходу за ребенком, базовой сердечно-легочной реанимации, работе с медицинскими изделиями, в том числе специфически для ИВЛ компонента обучения и контроль навыков. Был проведен инструктаж по технике безопасности, эксплуатации медицинских изделий, действий при неисправности электросети. Маме даны рекомендации по обустройству быта с учетом потребностей ребенка. Медицинские изделия переданы отделением выездной патронажной палеоативной медицинской помощи в полном объеме. Выписка 28 декабря 2021 года по желанию мамы на амбулаторный этап, так как она очень хотела встретить Новый год своей семьей в полном составе. Выписка в сопровождении матери выездной бригады медицинных катастроф на это отделение экстренной и консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации. Актив был передан участковому педиатру по месту жительства врачу отделения выездной патронажной полиативной медицинской помощи детям. В течение всего периода наблюдения взаимодействия заведующей детской поликлиники участковым педиатром по работе с медицинскими изделиями, которые передаются законным представителям факта приема и передачи, уходу за ребенком, питанию, консультирование врачей медицинских сестер по вопросам организации оказания палеоативной медицинской помощи детям. Также было приведено в ВК назначение лечебной смеси. По телефону заведующей детской поликлиники решение вопроса о ежемесячном выписке рецепта на смесь. Также продолжало лечение препаратом спинраза, заведение в стационаре по месту жительства неврологом областной детской больницы. Каждый раз даются рекомендации по контролю местопрокола и наблюдения. Совместное ведение наблюдения неврологов областной детской больницы, поликлиники по месту жительства отделения выездной патронажной палеоативной медицинской помощи детям оценка по шкалам, обучение старших дочерей бабушки уходу, замена трахею гастомических трубок профильными специалистами, совместные консультации с ортопедом, проведение бесед о необходимости использования средств реабилитации и также периодические в случае вопросов проведение телемедицинских консультаций. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, если всем все понятно, я буду рада ответить. Спасибо большое, Алексей Андреевнов. Субтитры подогнал «Симон»